Прилещенный богатством Византии, Олег решается с ней воевать. В 907 году две тысячи легких судов покрыли Днепр. На каждом было по 40 воинов, а конница шла берегом. Император Леон, прозванный философом, велел лишь заградить цепью гавани и дал волю Олегу разорять окрестности Византии. Летописец Нестор, правда, ранее, описал жестокость россиян самыми черными красками. Войско Олега заставило трепетать и столицу. Князь поставил ладьи на колеса и под парусами по суше пошел на Константинополь. Греки спешно запросили мира. Олег остановил войско. Греки в качестве даров преподнесли ему пищу и вино, но князь отказался, боясь, что они могут быть отравлены. Победитель потребовал по 12 гривен на каждого человека во флоте своем. И греки согласились. В сентября, во вторую неделю, в 15-е лето от создания мира, то есть 2 сентября 911 года, между русскими и греками был составлен письменный договор о мире из 10 глав. И начинался он словами «Первым словом да умиримся с вами, греки». По условиям соглашения отдельная дань выплачивалась русским городам. А купцы русские получали право беспошлиной торговли в Константинополе. В завершении церемонии подписания договора Олег прибил свой щит на ворота Царьграда.